Приветствую, друзья. Я Виталий Портников. Делегация исламистского афганского движения «Талибан» уже в российской столице. Уже проводит переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками. Уже дает пресс-конференцию для российских и аккредитованных в Москве зарубежных журналистов. Очень интересно читать сообщения об этом визите и об этой пресс-конференции российских информационных агентств. «Талибан» в скобках запрещен на территории Российской Федерации. Проводит переговоры в Москве. «Талибан» в скобках запрещен на территории Российской Федерации. Дает пресс-конференцию в российской столице. Ну и возникает вопрос, а если движение Талибан запрещено на территории Российской Федерации, как же вы принимаете его представителей на официальном уровне? Как же вы с ними разговариваете? Если вы на протяжении многих лет утверждали, что Талибан это террористическая организация, на основании этого запретили ее деятельность, и на основании этого же критиковали Соединенные Штаты и другие страны Запада за переговорный процесс с движением Талибан, целью которого было найти какой-то модуль примирения на территории многострадального Афганистана, то почему же сейчас вы, российские руководители, проводите такие переговоры, да еще и односторонние, без приглашения на эти переговоры представители официальных властей Афганистана? Вы же такие вдающиеся миротворцы. Вы должны были усадить за один стол переговоров Талибов и тех, кто сейчас контролирует Кабул и окрестности. Представители исламистского движения, которое запрещено на территории Российской Федерации. И представители властей Афганистана, с которыми у вас, казалось бы, хорошие отношения. И в стабильности в стране, в которых вы должны были бы, по идее, быть заинтересованы. Но это все по идее. А есть большое желание наладить собственные отношения с движением Талибан. Использовать это движение в скобках запрещено на территории Российской Федерации для дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе. И это отнюдь не шутка. Ведь Россия всегда так поступает. Вспомним, что происходило с победой террористического движения Хамас на выборах в палестинской автономии. Тогда большинство стран цивилизованного мира, где Хамас признан опять-таки террористической организацией, утверждали, что необходимо добиться от хамасовцев отказа от постоянной террористической деятельности. Добиться от Хамаса согласия с продолжением процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Ну, и с тем, чтобы Хамас, если уж представители этого движения будут формировать правительство. Палестинская автономия установила определенные контакты с государством Израиль. Еще лучше признал бы право еврейского государства на существование. А Россия никаких таких требований не выдвигала. Сразу же после того, как стало ясно, что Хамас становится авторитетным движением на территории палестинской автономии, в России установили с представителем этого движения достаточно сильные и серьезные контакты. Можно сказать, легитимизировали Хамас. Представители Хамаса приезжали в Москву, встречались с высокопоставленными российскими дипломатами, имели контакты с обер-дипломатом Российской Федерации Сергеем Лавровым. И даже вот недавно, во время последних обстрелов Израиля со стороны Хамаса, Хамас поддерживал постоянные контакты с российским министерством иностранных дел. Если вы действительно думаете, что эти контакты для того, чтобы стабилизировать ситуацию, для того, чтобы успокоить агрессивные действия террористической организации, то вы очень ошибаетесь. Кремль поддерживает отношения с террористами только для того, чтобы террористы были террористами. Потому что именно в такой нестабильной ситуации Москва чувствует себя как рыба в воде. Если мир, если благополучие, если нормальная жизнь, российскому политическому руководству, во главе с Владимиром Путиным, нечего предложить этому миру. В таком благополучном нормальном мире российские руководители безнадежные лузеры. Поэтому им нужна война, война и еще раз война. И вот то, что сейчас происходит в Афганистане, может оказаться для российского руководства питательным бульоном. Можно ведь не воевать с движением Талибан. Можно содействовать движению Талибан, установить контроль над всей территорией Афганистана и установить затем с этим исламистским радикальным движением такие же отношения, которые, например, Москва имеет с Тегераном. Вместе с ним бороться против цивилизованного мира. Вместе с ним готовить различные действия, которые могут реально быть использованы для того, чтобы в странах Европы и в Соединенных Штатах люди не могли спать спокойно. Разве это первые будут такие союзники России на этом дестабилизационном направлении? Уверяю вас, не первые и уверяю вас, не последние. А кроме того, с помощью договоренности с Талибаном можно еще и шантажировать страны Центральной Азии. Ведь если Россия устанавливает крепкий контакт с талибами, если она готова помогать их деньгами, а может быть и поставками оружия, то можно таким образом шантажировать руководство соседних с Афганистаном стран. Того же Таджикистана. А еще лучше Узбекистана предупреждать, что если вы не будете соглашаться с нашими интеграционными проектами, если вы не будете нашими сателлитами, если вы не будете послушно исполнять то, что нам хочется, если вы не будете размещать на своей территории наши военные базы и продлевать сроки их нахождения до того времени, какое мы обозначим, то никакой Запад вам не поможет. Потому что мы не будем с вами бороться собственными руками. Мы будем бороться с вами руками исламистов, которые к нам приезжают и которые с нами сейчас так доверительно разговаривают. Вот мы сообщаем о том, что движение Талибан пообещало не переходить через государственную границу Афганистана. А ему и не нужно особо переходить через государственную границу Афганистана для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Таджикистане и Узбекистане. Для него нужно выдавливать население с территории Афганистана. Военных, которые сейчас выступают на стороне действующего афганского правительства. Этнических таджиков, этнических узбеков. И если акции по этому выдавливанию как военных, так и мирного населения на территорию страны Центральной Азии будут продолжаться, то, разумеется, будут серьезные проблемы и у президента Таджикистана Эмамали Рахмона, и у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, и у других центрально-азиатских лидеров. Понятно, что такого рода ситуация, она не добавляет стабильности в этих странах. Как, кстати говоря, не добавляет стабильности в той же Литве. То, что Александр Лукашенко засылает туда мигрантов, до этого находившихся на белорусской территории, это излюбленный прием авторитарных режимов. И тут мы тоже понимаем, что Лукашенко действует по указке из Москвы. А почему бы и талибом не быть таким коллективным Лукашенко только в Центральной Азии? И вот тогда действительно возникают очень серьезные проблемы. И тогда нужно просить, опять-таки, у России, чтобы она сдержала действия талибов, чтобы она о чем-то с ними договаривалась, чтобы она была посредником не между афганским правительством и талибаном, а между талибаном и правительствами стран Центральной Азии. Так Кремль становится опять имперским доминантом во всем регионе с помощью использования радикальных организаций, которые устанавливают власть в Афганистане. Так используется и то, что сначала Советский Союз практически свел к нулю возможность нормального функционирования афганского государства, а теперь наследники Брежнева еще используют эту нестабильность для того, чтобы пугать всех остальных. Очень по-российски, очень по-путински. Спасибо, друзья. Оставайтесь, пожалуйста, на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети и на канал в Патреоне, который помогает нам развивать наши проекты. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok